Привет, просветители! Меня достаточно часто обвиняют в том, что я очень негативный и говорю только о проблемах. Павел, ну почему не рассказать о чем-нибудь позитивном? И меня такие сообщения всегда удивляют. Друзья, хочется позитива, смело топаем в телегу Яны Лантратовой Добро. У нее аж в названии. Добро. Или в телеграм Минпроса загляните. Там вообще ничего кроме позитива нет. Хочется чего-то более реального, подписываемся на мой телеграм. Заодно не потеряемся в случае чего. Огромная проблема как раз таки и заключается в том, что на фоне всего этого официального позитива у нашего общества постоянно широко распахнутые глаза. Вышел ролик у популярного блогера о работе в школе и все ВАУ! Это оказывается вот так. На прямой линии с президентом педагог озвучил свою зарплату. И зрители ЧЕГО? Начнешь на конкретных примерах рассматривать содержание школьных программ и в комментариях ОГО! Поэтому можно я, пожалуй, все-таки побуду той самой ложкой дегтя. В этом царстве меда. Ну а если кому-то хочется чего-нибудь сладенького, то вам как раз таки к нашей сегодняшней героине. Практически каждую неделю депутаты предлагают что-то изменить в системе образования. Добавить, убрать, расширить. Люди без какого-либо опыта работы в школе фонтанируют идеями нон-стоп. Ну, работа у них такая. И я заметил, что когда сам публикую новости в своем телеграм-канале или натыкаюсь на обсуждения в педагогическом паблике, достаточно часто звучит один и тот же вопрос. А кто-нибудь об этом просил? Понятно, что когда ты не разделяешь определенную политическую позицию, некоторые предложения могут вызывать у тебя негатив. Это нормально. Но в то же самое время ты понимаешь, что ты не один на этой планете. И, вероятно, кто-то именно этого и хотел. Но на кого-то же это рассчитано. Это как с музыкой. Я не слушаю инстасамку, но осознаю, что кому-то она нравится. Странные люди. Никого не осуждаю, но... Странные. Меня не заставишь слушать шамана. Но это не означает, что у него нет аудитории. Сегодня же мы с вами окажемся просто в параллельной вселенной. В мире, где никому ничего не нужно. Где предложения зачастую звучат просто для того, чтобы прозвучать. Где боты и накрученные просмотры создают ощущение жизни. Добро пожаловать в педагогическую зловещую долину. Но зато сегодня с позитивом. Для многих лето это не только пора отдыха и тепла, но и время для ответа на очень важный вопрос. Куда пойти учиться? И если для вас важны учеба онлайн, без привязки к городу и переездов. Вот чтобы все, как в обычном колледже, но все этапы от поступления до сессии через интернет. Возможность поступить по аттестату 9 или 11 класса, без результатов ЕГЭ. И трудоустройство уже во время обучения. Я советую присмотреться к цифровому колледжу в Скиллбокс. Вы можете выбрать одно из двух направлений. Веб-дизайн или веб-разработка. Да, это одни из самых востребованных IT-профессий. У вас будет запись всех занятий, карьерные консультации, доступ в студенческое сообщество и набор фирменного мерча. После обучения вас ждет официальный диплом о среднем профессиональном образовании, готовое большое портфолио и, самое главное, практические навыки. Ведь обучение идет на практике. Даже во время сессии классические теоретические экзамены заменены на проверку навыков. И уже во время обучения вы сможете начать искать работу и претендовать на зарплату от 80 тысяч рублей. И уж если заговорили о цифрах, то стоит отметить, что для вас доступен образовательный кредит от Сбера и налоговый вычет. Набор и прием документов на обучение уже идет. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Оставляйте заявку и узнавайте все подробности об обучении в цифровом колледже Скиллбокс. На прошлой неделе Яна Лантратова снова решила что-то изменить и предложила вести очередной новый урок. Это как ты из понедельника решаешь начать учиться, так и Яна каждую неделю предлагает что-то поменять. А помните, было время, когда мы точно так же регулярно обсуждали новости образования, но при этом словосочетание «новый урок» не звучало в каждом видео. Даже не знаю, как мы тогда с вами жили. Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила в Телеграм-канале, что направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести курс логики в учебную программу основного и среднего общего образования. Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность включения в программы основного общего и среднего общего образования курса логики и представить позицию Министерства просвещения Российской Федерации по данному вопросу, сказанному в обращении Лантратовой. В Телеграме я подробно высказался по этому поводу. В школу уже добавили столько всего нужного и обязательного. Да, я говорю про вас разговоры о важном. Что любое следующее предложение вызывает только один вопрос. Куда? Десятым, одиннадцатым уроком. Горизонты, разговоры, семьеведение. Остановитесь. Понимаете, у нас уже даже не происходит обсуждения, зачем это нужно. Какую пользу или вред принесет предмет. Школьники, учителя и родители просто не понимают, куда вы это поставите. Ну и некоторые еще спрашивают, а кто это добро будет вести? Пока из школы бегут учителя, у нас программы переделывают. И вот у меня возник вопрос из начала этого ролика. А кто об этом просил? И чтобы найти ответ на этот вопрос, я решил зайти в Телеграм Яны Лантратовой. Ознакомиться с альтернативной точкой зрения. Ну, наверное, эти люди, которые поддерживают ее инициативу, сидят именно там. К тому же Телеграм у нее большой, более 100 тысяч подписчиков. Даже у меня в Телеге меньше, чем у Яны. И каково же было мое удивление, когда оказалось, что практически всех подписчиков Яны можно разделить на 4 группы. Мне нужна шпаргалка. Ох, как же! Ох, как! Ох, как! И я умею расставлять запятые. Не волнуйтесь, сейчас все поймете. Итак, Яна предложила вести уроки логики. О, как же это важно на самом деле. Мне бы очень хотелось, чтобы на наше время в школе тоже ввели такие курсы, ведь тогда бы лучше понимали друг друга и в жизни не делали бы столько ошибок. Здесь скорее создается ощущение, что нужно больше уроков русского языка. Ох, как же я рад такому предложению, ведь раньше на уроках учили мыслить и анализировать. Для нас это было важно, а сейчас действительно дети застревают на поверхностном восприятии, годами не понимают, как правильно рассуждать. Это было бы очень полезно. Знаки припинания? Какие знаки припинания? Ох, как я мечтал бы о таком курсе в школе, когда был молодым, столько вопросов было, ответов почти не слышал, это нужно нам. Ох, как это здорово звучит, а я вот в свое время таких курсов не знал, все учил как получается, да и думали проще с логикой, а теперь вот видите, как важно, но оказывается это может действительно помочь. Понятно, что писали эти куски текста не совсем реальные люди. Даже скорее совсем нереальные. Но проблема в том, что это практически все, что там было. Если человек использовал в своем сообщении запятые, то, во-первых, хотелось бы сказать ему спасибо, он не соглашался с Лантратовой. Где те люди, которые ее поддерживают? Вот эти вот оооахах? Логика эта очень нужна в нашем мире, порой так трудно разобраться в информации, особенно с этой всей суеты и спама, хорошая идея, занятия, помогают ученикам не утонуть в потоке данных. Не, ну тут-то правда, логики и в самом деле не хватает. Вот просто для сравнения. Простите, а зачем? Откуда забирать будете? Вот у меня литература в седьмом и восьмом классах по два часа. Вы думаете, этого достаточно? Наверное, осталось забрать и часы литературы. Я действительно не понимаю логику ведения логики. Перехожу к следующему посту. Тема уже связана с военными действиями. Примеры приводить не буду, а то еще в дискредитации обвинят. Абсолютно однотипные предложения, восхваляющие депутата и написанные по единому шаблону. И настолько очевидно, что это нереальные сообщения, что реально становится не по себе. Ты пролистываешь эти мемуары искусственного интеллекта в попытках найти реального человека. Но все же один шедевр приведу. А мне кажется, что такие выплаты хороши, но как всегда вопросов очень много, а толку словесного вот не хватает иногда простого понимания. Тут не поспоришь. Иногда действительно понимания не хватает. Особенно словесного. Вам не хватало позитива об образовании? Вот, пожалуйста, позитив под другим постом Яны Лантратовой. Приятно осознавать, что программы в наших учебных заведениях все время актуализируются и улучшаются. Качество обучения растет. Уверен, что российское образование при поддержке государства продолжит развиваться и совершенствоваться. Оно будет всегда на высоте. Тут даже запятая есть. Не могу не отметить, что за последние годы российское образование стало заметно лучше. Государство в это вкладывает силы и финансы. Разные проекты запускают для улучшения работы этой сферы. Работа над качеством образования ведется давно. Государство делает все, чтобы оно еще и доступным было. Так что не понимаю этих возгласов. Типа образование у нас разрушается. Ну понимаете? Не понимает. Это действительно замечательная идея. Вам прям в точку попали. Молодцы, молодое поколение. Должно учиться рассуждать логично и взвешенно, чтобы не разбиться о наклонные углы жизни. Чтобы не разбиться о наклонные углы жизни. Лев Николаевич, посторонитесь. Ого, какой интересный подход. Мне кажется, что это просто необходимо. Может быть, даже стоит переосмыслить учебную программу, чтобы ввести логику, потому что критическое мышление нужно каждому человеку, а не только студентам. Здороваться всегда можно с мышлением. Согласен. Здороваться с мышлением действительно неплохо. Отличная идея. Кто-то заработает пару сотен миллионов на учебнике. Ученики подольше будут находиться в любимой школе. Домашние задания объединят папу, маму, дедушку и бабушку. Сергей Сергеевич хоть от семьеведения черчения отвлечется. А логики подумают логически. А то заскучал министр. Одним словом, красота. Ой, неудобненько получилось. Не знаю, как сюда реальное сообщение просочилось. Логика это замечательная идея для школьников. Нехватка мышления как раз сейчас актуальна. Но как же тяжело дается нашим детям учеба. Да, нехватка мышления она такая. Через пару дней Яна решила похвастаться успехами своей инициативы. Большинство россиян поддерживают мою инициативу о появлении в школах уроков логики. Об этом свидетельствуют данные опросов ЦИОМ. Положительно оценивать предложения эксперты. В случае введения новой дисциплины нужно будет перераспределить учебную нагрузку, чтобы не перегрузить детей. Окей, Яна, к вам сейчас обращается человек, который, в отличие от вас, много лет проработал в школе. Ну, давайте вместе попытаемся поперераспределять. И будем это делать прямо вот на ладошке, на пальчиках. Для самых маленьких, чтобы все было понятно и очевидно. Что у нас здесь первое? Разговоры о важном. Понятно, что разговоры о важном мы убрать не можем. Ну, потому что ими государство гордится. Ну, и потому что вы, Яна, не только поддерживаете разговоры о важном, вы еще хотели их дополнить важными делами или добрыми делами, простите, уже не помню. Когда все школы страны в едином порыве на первом уроке в понедельник должны там бабушек через дорогу переводить, памятники отмывать и так далее. Как дети в итоге ко второму уроку в школе окажутся, это вопрос на засыпку. Но в любом случае, разговоры о важном мы не трогаем. Они у нас неприкасаемы. Что у нас дальше? Второе, это Россия, мои горизонты. Предмет новый, его только ввели. Понятно, что тут даже вопросов никаких быть не может. Дальше у нас труд. Труд только появился, все уши про него прожужжали. Труд остается. ОБЖ тоже новый предмет для нас. Трогать не будем. Обществознание. Обществознание и так урезали до состояния и нестояния. Тут перераспределять нечего. Предмет по факту, ну, умирает. Что у нас дальше? История. К истории как раз таки добавили часов от обществознания. Естественно, сейчас история у нас самый главный предмет. Историю мы трогать не можем. Физкультура тоже понятна. Мы готовим здоровое общество. И что в итоге у нас остается для перераспределения? Биология, химия и физика. От химии вообще ничего уже в школе не осталось. Там распределяй, не перераспределяй. Предмет, ну, по факту, мертв. В общеобразовательных школах. Русский с математикой? Литература? От этих предметов кусочек отберем. И логики отдадим. Ну, по факту остается только иностранный язык. Понятно, что английский нам не нужен. Вот, наверное, его выкинем и логику введем. Яна, что вы там собрались перераспределять? Объясните мне, пожалуйста. Вы расписание школьное в глаза видели? Что конкретно вы планируете перераспределить? А, может быть, семьеведение убрать? Так нет, его только ввели. Что вы будете перераспределять? Вот сейчас у меня уже сил нет слушать. Ну, эту ерунду от людей, которые слабо представляют, как вообще работает школа. Вы уже забили расписание вот этой очень важной информации. Нет, давайте вот еще предметов добавим. Перераспределим нагрузку. Главное, чтобы дети не напрягались. Ну, вот дети очень сильно на физике перенапрягаются. Вот, давайте физику и уберем. Ян, можно вот конкретные предложения? Что вы, вот лично вы собрались перераспределить? Вот прям список предметов, которые идут под перераспределение в общеобразовательной школе. Что у нас там-то такое лишнее растянулось во все стороны? Наверное, алгебра. Геометрия еще тоже явно требует чик-чирик. На следующий день Яна выпускает вот этот пост. Как вам цветовая гамма? Ну, понимаете, синий и желтый рядом. К сожалению, живая аудитория Яны не сразу поняла, что нужно искать политический подтекст. И выдала вот это. Знаете, цветовая гамма сейчас такая яркая и разнообразная, что иногда я просто теряюсь, что выбрать. А вот раньше при советах все было проще, было меньше, но яснее. Везде красный, зеленый, синий. А теперь глаза разбегаются, но радуют, что люди стали более смелыми в выборе. Это дарит жизни радость наших городов и улиц. Жизнь и радость дарит. Ура! Гойда, то есть? Ах, эти цвета, ведь от них даже настроение зависит. Помню, как в детстве у нас на дворе много было цветов и было весело. И вот Яна Ландрата возновидно регулярностью в своем телеграмме отчитывается о своей же деятельности. Тут предложила, тому написала, здесь не те цвета заметила. В шапке профиля написано, что ведет телеграмм сама. А в комментариях практически одни мертвые души, которые восхищаются, радуются, поддерживают, но правда периодически и что-то вот такое попадается. Бестолковый депутат, пиявка на шее трудового народа, ищет заговор, чтобы народ возмущался чему угодно, только не тому, что бездельники Ландратовы жируют, сидя на его горбу. Обратил внимание, что предложение Яны о новом уроке попало практически во все СМИ. Но при этом сам пост Ландратовый набрал просмотров даже меньше, чем мои. Странно как-то, канал-то большой. Захожу на следующий день и, опа, 14 тысяч просмотров превратились за ночь в 217 тысяч. Прям чудо какое-то, рождественское. Ян, поделитесь секретом, как так в соцсетях продвигаться? Специально сделал скриншот, чтобы было видно время. На предыдущем посте 217 тысяч просмотров, а пост о Валерии за 2 часа 600 просмотров. У меня такие просмотры за минуту. Странно, правда? Захожу через час. 1700. 10 часов по 100. 14 тысяч. Не густо для популярного народного избранника. Открываю телеграмм на следующий день. 15 тысяч. Откуда же сотни тысяч на других постах? А еще цифры такие красивые. 253 тысячи. 253 тысячи. 255 тысяч. Но дальше начинается магия ландратовой. В 12.15 16 тысяч просмотров. А в 13.20 уже 64 тысячи. В 4 часа 144 тысячи. А в 9 часов вечера 230 тысяч. Понимаете? За первые сутки 15 тысяч. А потом буквально за 9 часов еще 200. Нет, ну правда. Просто магия вне Хогвартса. Интересно. И как же такое могло произойти? У меня только два варианта. Первый. Настоящие подписчики Яны спят просто сутками. А потом просто залпом весь ее контент потребляют. Второй. Иностранное влияние. Враждебные западные страны накручивают Яне просмотры и положительные комментарии. Что бы выглядело, что депутат Госдумы вот на это деньги тратит. Чтобы создать ощущение значимости и одобрения населения. Кстати, Яна, если вы являетесь жертвой тех самых политических оппонентов, которые пытаются дискредитировать в вашу активность в социальных сетях, то, наверное, можно про это просто пост написать. Учитывая, что вы их без конца публикуете из серии, да, мне накручивают просмотры злые товарищи и ботов присылают в комментарии. Но это не я. Но понимаю, как это выглядит со стороны. Все. Вопрос, в общем-то, закрыт. Ну, если это действительно так. Хотя, опять же, я все еще придерживаюсь той точки зрения, что подписчики Яны просто спят сутками. Сначала тишина, потом через сутки. Хопа. 200 тысяч просмотров. С другой стороны, странно, конечно, получается. Вот возьмем, допустим, Виталия Милонова. Гораздо более медийный персонаж, чем Ян Лантратова. Постоянно в заголовках СМИ мелькает. Но, тем не менее, ему почему-то враги просмотры не накручивают. Но здесь, скорее всего, просто целенаправленная диверсия против российского образования. Яна же у нас именно за него в Госдуме отвечает. Ну, а если враги России все же ни при чем, искренне хочется надеяться, что эта популярность просто подарок от друзей или знакомых. Не хочется думать, что наши с вами налоги, да, блогеры тоже платят налоги, идут на продвижение депутатских блогов. Но, с другой стороны, зато теперь вы знаете, кто поддерживает все эти инициативы, кто им радуется, кто восхищается состоянием российского образования. Вот те самые люди, которые запятую в предложении поставить не могут. Поэтому давайте каждый все-таки будет заниматься своим делом. Яна предлагать, собирать лайкосы от подписчиков, а я о зарплатах учителей говорить и желчу брызгать. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм, там интересные все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boost или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Все записи моих стримов именно там. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну а отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boost. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.